соответственно здесь самый простой вывод ты берешь свои мечты свои не вот эти считаешь сколько это стоит и дальше понимаешь либо ты учишься зарабатывать вот столько денег либо ты подходишь к зеркалу посылаешь себя далеко со словами чувак у тебя никогда ничего не было и не будет нежели богато и нехер начинать мы с тобой чмо и уходишь очень помогает еще написать письмо детям у кого дети есть маленькие классно помогает у кого нет можно будущему ребенку написать пишешь здравствуй мой дорогой сынок сейчас тебе уже 20 лет и ты знаешь я знаю что ты закончил дерьмовый институт в нашем стрёмном городе потому что у меня не было денег на то чтобы дать тебе образование в гарварде ты знаешь твой папка лох потому что когда ему показывали бизнес возможности он очковал он задавал лишние вопросы серии так не бывает почему потому что но почему ну потому что не бывает никогда потому что когда ему рассказали интересную идею он сказал я подумаю над чем у тебя есть другой вариант покажи мне другой вариант где с такими минимальными мизерными вложениями это даже вложениями это назвать нельзя ты получаешь международный бизнес без границы без таможни без кучи геморроев в виде сэс пожарных и т.д. и т.п. где тебе будут помогать обучать и профессионалы будут за тебя рассказывать презентации покажи мне бизнес где ты можешь продавать деньги не будучи банкиром не вкладывая в это миллионы ю подумаю вот над этим подумай неважно понял ты то о чем эти рассказывал или не понял неважно нравлюсь тебе я или не нравлюсь все равно это твоя жизнь ее можно легко посчитать простейшая арифметика надеюсь что этому тебя в школе научили оторви шоры сядь посиди подумай отмахнешься бог с тобой кто-то должен обслуживать но если у тебя хоть чуть-чуть вот здесь вот есть логика и разум ты поймешь что вариантов то особо нет я пришел в этот бизнес когда мне было 18 лет я пришел продавать не вот такую потрясающую вещь а косметику и бады и это ненавидел я пришел вообще для того чтобы разнести презентацию я позвала моя девушка с которой жил сказал пойдем со мной притворись как будто бы я тебя пригласил если никого не приведу меня выгонят я пошел думающая им там вопросы задам что не пирамида пришел посидел послушала подписался почему я подписался как вы понимаете 18-летнему пацану не могли понравиться бады а может быть из-за того что печальное тяжелое детство и розовые очки упали еще в младенчестве потому что ни хрена не случится просто так не прилетит волшебник на голубом вертолете не будет палки выручалки и рыбку уже зажарили нет чуда кто мечтал найти чемодан с деньгами и я мечтал только я очень рано понял что никто не хочет потерять чемодан с деньгами и никто тебе ничего не даст в этом мире вы уже взрослые люди и вы должны понять одну простую истину вы сами творите свой мир если у тебя не хватает ума дерзости или творилки то велкам на рабочие места к другим творцам мы с вами знаем что это весьма неблагодарное занятие просто по результату тех кто на эти рабочие места ходит на протяжении всей жизни тебе сегодня 30 лет задумайся когда было 20 вчера щелк скажу как же за день 30 а тут вот уже 40 40 еще быстрее а 50 еще быстрее у тебя ни хрена не меняется в жизни нет сопротивляется она ходится сопротивляйся цифры либо ты учишься зарабатывать либо иди к зеркалу и пиши письмо своим будущим детям я прошу прощения что заканчиваю на какой-то такой вот немножко негативные нотки но мысль то очень простая либо ты творишь свою жизнь либо эта жизнь творит тебя либо ты автор своей жизни и ты создаешь ее либо ты просто персонаж в чьей-то другой истории сейчас уйти и не сделать ничего это преступление очень просто преступление перед собой своей семьей если ты знаешь выход ты знаешь что можно сделать для того чтобы изменить ситуацию но ты этого не делаешь это либо идиотизм либо саботаж саботаж своего счастья я надеюсь что вы не саботажники и главное идиоты короче всем успехов всем везения всем всего самого лучшего спасибо